Основная цель Украины на сегодняшний момент заключается в том, чтобы с территории Беларуси не произошло нападение. И поэтому они всю свою политику строят таким образом. Но при этом они, конечно, не переоценивают Лукашенко. Лукашенко хотелось бы, чтобы его воспринимали как серьезного игрока, с ним считались, заключали какие-то пакты и прочее. А что вот, Александр, кстати, я прошу прощения, что перебиваю, но вы продолжите мысль, но просто давайте вернем ваш спич, вот эту вот вчерашнюю его, про эти пакты о ненападении, что он там себе придумал. И украинцы тут же уже встряли, сказали, что пакт о ненападении, хорошо, окей, если вы об этом говорите, тогда имейте в виду, что любая провокация с вашей стороны получится размерный ответ. Ну то есть, да, вы продолжайте мысль по поводу Лукашенко, который что-то там себе напридумывал. Сама формулировка, конечно, если я уже начал про пакт, то сама формулировка, она, конечно, очень смешная, она абсолютно из 20 века, и надо было просто, наверное, посмотреть, я, честно говоря, это не сделал, программу телепередач российских за субботу, за воскресенье, что там какие были передачи, которые случайно, которые случайно мог наткнуться Лукашенко на исторические темы и вдохновиться темой пакта. Наверное, может быть, там они что-то такое показывали или где-то это упоминали. Это же известно, что он большой поклонник российского телевидения, вот, и, соответственно, где-то эту идею с пактом она у него засела, а потом он ее творчески развил. То есть именно то, что, возможно, не упомянул ни темы, ни соглашения, а вот именно пакт, потому что пакт, а не нападение, ну, это такая абсолютно формулировка из 20 века, да еще и из периода до Второй мировой войны. Может быть, он там, я не знаю, книжку какую-то, ну, книжку вряд ли, конечно, может быть, там что-то читал или что-то ему там попалось в связи с пактом. Или он думал, вдруг задумался там о пакте Молотова-Риббентропа, что-то такое, я не знаю, ну, предположений может быть много. Вот он и вдохновился этой идеей и потом это креативно озвучил, именно не соглашение, не договор, а именно пакт. Ну, выглядит это все, конечно, очень забавно, и украинская сторона это проигнорировала, что, мол, ну, что это комментировать, смешно даже такие вещи комментировать. Но для Лукашенко самого, который, как известно, фантазировать-то он любит, он этим довольно даже профессионально занимается, даже на ходу, наверное, видимо, многое придумывает и сочиняет, вот, ему нужна была эта тема, этот вброс, во-первых, чтобы показать свою собственную важность. Там же контекст какой был. Кто правил, кто в Беларуси хозяин? Хозяин не как там пишут всякие разные беглые, не беглые, конечно же. Это же пишут не, это же не какие-то силовики и тем более не Путин. Хозяин в доме он. А причем еще такой хозяин, с которым решают все вопросы касательно Беларуси. Ну, вот и Украина. Ну, правда, там не было, по-моему, такой четкой формулировки, что это Украина. Там звучало, скорее всего, кто-то обратился, а кто к нему все-таки обратился, так в итоге понятно и не стало. Вот, обратились и предложили ему заключить пакт. Тем самым, как бы, признают его силу, признают, что он все контролирует. Ну, пускай, я не знаю, я бы с удовольствием посмотрел бы хоть на одного украинского политика, который действительно считает, что вопрос применения вооруженных сил Российской Федерации с территории Беларуси является прерогативой Лукашенко. Что Лукашенко это тот человек, который может это предотвратить, даже если бы он хотел это предотвратить. Ну, естественно, украинцы прекрасно понимают, что у Лукашенко, да, есть возможности контроля над ситуацией, он что-то может предлагать, он что-то может говорить, он может высказывать свое представление, но при неменять ли российскую армию или вообще какие-то там начинать наступления с территории Беларуси, будь то российское наступление, российское, белорусское, как ему год на формате, это не решение, которое принимает Лукашенко. Лукашенко эти решения принимаются в Кремле и в Украине это прекрасно понимают, я думаю, что даже там самостоятельно Лукашенко, может быть, даже преуменьшают, а не преувеличивают. Поэтому и ответ был дан такой Зеленским, очень корректный, спокойный, в том смысле, да, Лукашенко, мы тебя поняли, ну, все уже поняли, Лукашенко может уже не сказать, все поняли, по-моему, что Лукашенко не хочет воевать, а он все пытается доказывать, разные там формулировки изобретать. Всем понятно, не хочет Лукашенко воевать, не хочет Лукашенко отправлять в белорусскую армию, но также понятно, что не от Лукашенко это в конце концов-то зависит. Если Россия посчитает нужным задействовать этот ресурс в той или иной степени, пойти через границу или же прихватить с собой какие-то белорусские подразделения, возможно, варианты любые, тем более сейчас в связи с поставками западного вооружения, им нужно будет в России что-то думать, потому что, наверное, это не совсем то объемы поставок и качество, особенно вооружения, которое будет получать сейчас Украина, это не то, на что рассчитывала Россия. Вот. Поэтому им надо будет какие-то шаги предпринимать, и тут они могут снова же Лукашенко задействовать. Так что посланиями обменялись, с Лукашенко, с его историей про пакт посмеялись. Сам Лукашенко посчитал, что он еще раз показал, какой он важный человек. В итоге все стороны остались пока довольны. Так, да, про вооружение мы еще поговорим. Обратимся к нашему чатику. Здесь был опрос, что наш народ думает по поводу вот этих слов про пакт, Лукашенко. Отличная идея, и надо соглашаться. 7% Ну только 7%, к сожалению, так прогноз. Бред, у РБ нет сил для нападения. 12%. Какой смысл? Украина уже воюет с РФ. 10% и 72% абсолютно большинство. Это вброс в духе Ника и Майка. Вот это все про пакт, который к нему кто-то там где-то что-то... Ну как вброс? Я же еще раз говорю, мы с этого начинали передачу и все время вынуждены к этому возвращаться. Есть люди с альтернативной реальностью в голове. Это вопрос узкого специалиста. И это не значит, что там он там... Бред, там обманщик и все. Вот у него такая реальность. Ну слушай, что-то тут устроилось оправдывать и адвокатировать. Да, ладно, все, давайте мы про беглых. Да, вы как раз тоже затронули. Лукашенко говорил, Том Швец сказал, даже специальную комиссию создадут. Собака с милицией придет, которая будет решать, кому можно вернуться, а кому нет. Вы скажите, чего они прицепились к этим беглым? Ну побежали, ну пусть бегут. Ну меньше народу, больше кислорода. Что вы их дергаете? Ну это говорит, наверное, все-таки о том, что масштабы выезда людей из Беларуси гораздо больше, чем Лукашенко хотелось бы. Это раз, если он вообще уже говорит и обращается к этой теме. Но я не думаю, что какие-то экономические мотивы или вопрос утечки мозгов Лукашенко как-то беспокоит. Собственно говоря, люди, которые уезжают и уехали, это в большинстве своем люди, которые к этому режиму относятся нелояльно. Да, безусловно, это креативный класс, это в значительной степени элита белорусского общества, те люди, которые могли бы продвигать и белорусскую экономику, и белорусскую науку. И, конечно же, это с этой точки зрения потеря. Для Беларуси это, безусловно, потеря, огромная потеря. Что же касается самого режима, ну я не думаю, что они так воспринимают, собственно говоря, болезненно. Потому что, когда речь идет о экономическом развитии или о собственной власти, Лукашенко всегда выбирает собственную власть. Это принцип функционирования диктатуры. Так что я не думаю, что его так вот уж сильно уже заботил этот вопрос, что вот там уехали люди. Эта вся компания, она носит, безусловно, пропагандистский характер, важный пропагандистский характер. Лукашенко по-прежнему закидывает темы, как мне кажется, в том числе, чтобы отвлечь от войны, чтобы обсуждалась не война и не роль Беларуси в войне, и не опасности, которые грозят. А вот абсолютно такие маргинальные вопросы, потому что если и найдутся люди, которые захотят вернуться, а я вполне допускаю, что могут быть единицы, может быть, десятки даже, которые захотят вернуться, это ничего не определяет. Эта тема, она не стоит того внимания, которое к ней привлечено. И со стороны государственной пропаганды, и со стороны независимых СМИ, которые эту тему обсуждают. Но пропагандистский эффект, он для Лукашенко, конечно же, есть. Он показывает еще раз своему электорату, что он в доме хозяин, он милостивый барин. Он может простить, он может наказать, он силен, он так прочно сидит в своем кресле, что ему уже ничего не угрожает, он может даже какую-то эту кучку беглых, так называемых, помиловать. Вот, то есть это с одной стороны. Второе, может быть, и определенную роль играет еще и то, попытка повлиять на тех людей, которые в Беларуси задумываются в Атхесте. Что вот Лукашенко показывает, вот ситуация вот с теми беглыми, так называемыми, у них так все плохо, они мечтают вернуться. А вам это вообще надо, тем, кто думает уезжать. И вообще, у нас же все постепенно нормализуется. Я вот даже как бы руку протягиваю вот тем, кто оступился. Может быть, и вам не стоит на самом деле уезжать, не стоит куда-либо двигаться. Еще один фактор – это отношение к теме политзаключенных. Все-таки тема-то поднимается, и так или иначе, особенно в связи с громкими процессами, она поднимается и на Западе, и Лукашенко может сейчас использовать вот эти свои жесты как такой аргумент к пользу Запада. Ну вот вы требуете от меня освобождения каких-то политзаключенных, а я вообще пошел дальше. Я собираюсь, я веду с обществом соступившимися диалог. Я не только их не собираюсь наказывать, я даже их и приглашаю вернуться. Ну это голый популизм, естественно, но и это на самом деле может использоваться. Другое, ну вот смотрите, всеми этими делами будут заведовать прокуроры. И эту комиссию возглавляет генеральный прокурор. И это уже говорит о том, это не какое-то примирение, это не диалог с обществом. Это то, что ожидают от людей, которые за границей, это явка с повинной. Я в косповинной, а вот там сердобольные прокуроры в голубых мундирах уже и будут решать. А вот оступился человек, не принес вреда, поэтому его, может быть, можно помиловать, он может просто вернуться. А тот, кто там принимал участие в всякой деструктивной деятельности, как они говорят, ну того ждет наказание. То есть это не диалог совсем. Но это может быть, конечно же, использовано для раскола тех людей, которые находятся за границей, чтобы они, в принципе, об этом думали. Те, особенно, кто не устроен, у кого бытовые проблемы, моральные проблемы, кто не нашел себя. Тут же что надо понимать. Подавляющее большинство беларусов, которые уехали после событий 2020 года, они уехали вынужденно. Это не те люди, которые хотели покинуть Беларусь и хотели жить в другой стране. То есть их решение в пользу отъезда и миграции, это решение вынужденное. И, соответственно, по политическим мотивам, главным образом. Ну и из-за страха и прочего, из-за того, что они не видят перспектив. Но, тем не менее, это вынужденное, и, разумеется, далеко не все из этих людей смогут себя быстро найти. Не быстро может произойти процесс интеграции в новом обществе. И это вообще интеграция, самый сложный процесс. И многие люди к этому не готовы, поэтому задумываются, или, по крайней мере, их мучает ностальгия, они задумываются о возвращении. То есть посеять вот эти зерна не страха, а еще сомнения среди этих людей. Это тоже имеет, конечно же, дополнительный эффект. Ну и последнее тоже бы не исключал. Наверное, те люди, которые будут обращаться, они будут восприниматься как источник информации. И от людей же считают, что они должны доказать, что они там ни в чем не участвовали, ничего не делали, раскаялись и прочее. Ну а что значит раскаяние в системе Лукашенко? Ну сдал пять человек, ну значит раскаялся. Все, можем тебя вернуть. То есть для сбора информации это тоже может быть вполне использованием. Да, да. Сейчас мы перейдем к международной повестке, но так плавно перейдем, вспомним Гиркина. Я сообщу, что нас смотрит почти 1700 человек в прямом эфире, наживо, что называется, и 687 лайков только. Я умоляю вас! Может быть вы забыли, что надо поставить? Я умоляю! Все, что вы... Это лучшее, что вы можете сделать. Друзья, поставить лайк нам, Александру Фридману, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал Александра Фридмана, который я страстно рекомендую вместо советских газет и за обедом, и на ночь. Сейчас мы в чате дадим ссылочку на канал, и эта ссылочка будет у нас в описании. Кстати, иногда полезно посмотреть описание под трансляцией, то, что написано, довольно интересно. Вот Александр Фридманов, пожалуйста, хоп, и пошел читать. Будьте ребяты. Да. Гиркин! Гиркин! Товарищ Гиркин, такой транслятор русского мира. Ну, это прям, как про него Гордон говорит, этого даже можно уважать. Понимаешь, он такой прям откровенный, такой в чистом виде русский мир. Гиркин накануне назвал Лукашенко, цитата, властолюбивым и не шибко умным, а также весьма хамоватым предателем русского народа, возродившим и взрастившим в Белоруссии антирусское лицвинство. Ах ты, я мой. О, как Гиркин про Лукашенко. Чуть он так о главном союзнике, Александр, что там не так? Ну, эти все его рассуждения про лицвинство мы можем, конечно, вынести за скобки. Это из его собственного мира конспирологии. А что же касается отношения к Лукашенко, ну, он Лукашенко последовательно презирает. Это одно из самых жестких высказываний о Лукашенко, но обычно он с Лукашенко не церемонится. То есть и по личным характеристикам Лукашенко, по манере поведения Лукашенко он регулярно проходится. И он, естественно, и по политике. Для Гиркина Лукашенко это не союзник, для него Лукашенко действительно предатель. Это человек, который властолюбивый, абсолютный оппортунист, предатель, готовый продать с его точки зрения. И человек, который является препятствием для инкорпорации Белоруссии в Россию. То есть для Гиркина это совсем не друг. То есть отношение Гиркина к Лукашенко, оно очень просто. Он считает, что Лукашенко только говорит, использует, эксплуатирует Россию. На самом деле паразитирует с точки зрения Гиркина на Россию. А на самом деле никаким другом он не является. Это такой бесный царек, который только говорит о братстве, о нерушивом братстве и любви к России. А на самом деле только эксплуатирует, паразитирует Россию и со своей властью, со всеми властью своей поступиться не желает. Так что для людей, которые разделяют точку зрения Гиркина для российских имперцев, таких радикальных сторонников русского мира, для которых русский мир это не просто пропагандистская химера, а на самом деле их убеждения. Гиркин, он убежденный человек. У него убеждения, конечно, с моей точки зрения неприемлемые, совершенно ужасные, то, что он там из себя извергает. Но он честный в том смысле, что он не лжет. Он говорит так, как он видит и как он чувствует. И у него есть своя картина мира, у него есть свои принципы. И от этих принципов он, как правило, не отходит. Другое дело, какие это принципы, но они у него есть. У него есть своя идеология. И как человек с идеологией, человек со взглядами, человек с убеждениями, человек с пониманием чести, но оно у него своеобразно, у него есть понимание чести и достоинства. Ему такие люди, как Лукашенко, которые виляют, которые меняют взгляды, как перчатки, которые ведут подковерные игры, ему такие люди претят. Поэтому он относится к нему с Лукашенко с ненавистью и убежден в том, что Лукашенко является совсем не другом, а наоборот является врагом России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова